С началом боевых действий на Горном Карабахе некоторые российские компании очень плохо начали себя чувствовать, так как они ведут контрабандные геологические работы, а в том числе и по добыче золотой руды на территории Азербайджанской республики, а также и на территории оккупированных районов, Кельбеджарского района, если конкретно. Сегодня будем говорить о компании GPM. GPM расшифровывается как GeoProMining. Компания наполовину армянская, наполовину российская. И насколько мы получили информацию из достоверных источников, эта компания вроде бы остановила свою деятельность на территории Азербайджанской республики, но всячески хотят мешать освобождению Кельбеджарского района, доставлять туда вооружение, доставлять туда наемников, солдатов, то ли добровольцев, не добровольцев, но главная цель сохранить вот этот вот район золотых рудов Азербайджанской республики во своем владении. Что такое, значит, что за GeoProMining? Давайте посмотрим на сайте, на российских сайтах и увидим, что, значит, вид деятельности у них указано золото рудное, серебро, сурьма, медь и так далее. И тут много есть данных о том, что адрес компании находится улица Петровка, дом 5. Значит, есть сайт компании, но на сайт потом посмотрим. Значит, GeoProMining. Общество с ограниченной ответственностью. Президент компании Худолий, Роман Николаевич. Ну, для маскировки, скорее всего, назначили человека без фамилии, который оканчивается на ям. Но если мы посмотрим среди владельцев, да, есть там шесть разных компаний. Давайте посмотрим на сайт компании. Конечно же, здесь ничего не говорится о том, что они добывают золотую руду на территории оккупированного Нагорного Карабаха в районе Кельбеджар. Есть тут некоторые данные, что в 2017 году завершение подготовки месторождения Верхнее Менкече, который тоже является, значит, соучредителем или совладельцем этой компании. В 2014 год указано, что вход в эксплуатацию Араратской ЗИФ в Армении нового завода, где переменяется инновационная технология, ля-ля-ля, там чего-то рекламируют. Но давайте не будем терять время на их сайт, перейдем к основной теме. Основная тема заключается в том, что... Сейчас камеру верну. Вот так. Основная тема заключается в том, что, спровоцировав военное противостояние с Азербайджаном, Армения окончательно загнала себя в тупик, в экономический тупик. И из этого экономического тупика Армения вряд ли найдет выход в ближайшие несколько лет. То есть Армения с этой войной бросила свое экономическое состояние на несколько лет назад. И дело только не в непомерных для сегодняшнего состояния Армении затратах на боевые действия, на закупку вооружения и так далее. Экономика Армении и так была далека от самодостаточности. Страна постоянно перебивалась от кредита к кредиту, от международных финансовых организаций. А начало боевых действий лишило весь бюджет одного из небольших источников дохода. И все потратили на военные нужды. Как мы до этого говорили, что на зодском месторождении, по азербайджанской версии это называется Сюит-Ле. Значит, это золоторудное месторождение, находящееся в зоне боевых действий на границе Кельбачарского района Азербайджана и Армении. Переостановлены, значит, работы по табыче золотой рыды. И для начала отметим, что это официальная информация, что на оккупированных территориях свыше 155 различных месторождений ископаемых Азербайджанской республики и в том числе 5 золотоносных, 6 ртубных и 2 медных и других полезных ископаемых находятся на территории Азербайджанской республики, 12 из которых классифицируются как богатые залежи руд. За все годы оккупации армяне активно грабили и продавали богатые залежи этих месторождений и привлекались десятки компаний, среди которых есть различные международные организации, иностранные компании, причем большая часть из этих компаний или управлялась, или когда-то направлялись судя представителями Армянской диаспоры из Соединенных Штатов, из Канады, из Франции и в том числе из той же самой Ливана, из Бейрута. Так, перейдем на месторождение Зот, или же по-азербайджански Веши Сюидлю, который является крупнейшим золотым рудником в Карабахе и был открыт это месторождение в 1951 году и эксплуатация началась в 1976 году. А до оккупации Кальбеджары это месторождение было получено из этого месторождения 27 тонн золота. По последним данным, управление конкретно Зотским или месторождением Сюидлю было передано, значит, компания Геопромайнинг. Это как раз-таки, это та же самая золотая, золотодобывающая компания, о которой мы начали свою передачу, которая наполовину российская, наполовину армянская, действовали на территории России и в том числе и на оккупированных, значит, вот этих районах Кальбеджара. Значит, Геопромайнинг, международный металлодобывающий холдинг, владеющий тремя активами в двух странах, богатейшими природными ресурсами. Это Россия и Армения. Азербайджанская сторона не оставалась без действия. Они отслеживают процессы на оккупированных территориях и планируют подать на компанию ведущие тамборовые и разведочные работы в международные суды. В основном ценные месторождения золота, медиа, угля сосредоточены на Кальбеджарском районе. Армяне оккупировали Кальбеджар, ссылаясь на то, что им это необходимо для того, чтобы там была буферная зона или санитарная зона для защиты карабахских армян. Однако в реальности они просто хотели эксплуатировать ценные месторождения в свою пользу. Точнее сказать, грабить нашу территорию. На сегодняшний день данные месторождения для Азербайджана очень весомы во всех смыслах этого слова. ЗОДское месторождение или СОЮТЛЮ по азербайджанской версии. Золото разведано в основном в пределах Кальбеджарского района Азербайджана. На границе с вердинистским бывший Басаркичарский район Азербайджан, Армении. Хотя это азербайджанская территория, поэтому я правильно сказал, что это Басаркичар, это бывшая территория Азербайджанской республики, но это другая история. Золото в данных местах обладало особыми качествами и содержало мало примесей. Таким образом, на его очистку тратилось меньше средств по сравнению с другими месторождениями золота. По данным главного инженера Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гасан Чалебе, обнародованным им в 2006 году, армяне к тому времени ежегодно добывались в месторождении Союдлю в Кальбеджарском районе около 3 тонн золота. С тех пор объемы добычи многократно выросли. То, что так называемое Сотское месторождение, это и есть месторождение Союдлю на территории Азербайджана. Об этом можно убедиться, посмотреть на спутниковые карты, гугл, яндекс и любой другой карте, которую вы найдете. На снимках из космоса отчетливо видно, что разработки руды находятся полностью на азербайджанской территории. Выдаваемая здесь руда незаконно вывозится на территорию Арменик из железнодорожной станции Сотк или ЗОД. И с этой станции постоянно идут грузовые эшелоны с ворованной азербайджанской рудой. Куда они идут? Компания GeoProMining, которая занимается эксплуатацией месторождения, особо не афиширует. В крайнем случае сообщают, что руда обогащается, из нее извлекается золото на обогатительной фабрике в городе Арарат. До сих пор армяне разбазарили все, что могли с этих месторождений. Доходы от продажи полезных ископаемых оттуда составляли чуть ли не основную статью бюджета Армении. Несмотря на то, что неоднократные заявления официально в Баку о незаконности таких действий, никакого реакции мы не получили. Теперь же эти компании, которые вели эти работы, остались у разбитого карета. Безо всякой компенсации за ненесенный ущерб никакие иностранные инвесторы не получат ни от Азербайджана, ни от Армении. Но армянская сторона будет нести ответственность за то, что годами использовали азербайджанские месторождения золота. И сколько там было добыто, сколько было использовано. Можно легко и просто узнать из финансовых отчетностей про геопромайнинг. Компания, которая частично является российской. В самое ближайшее время должно быть проведено расследование относительно реальных схем незаконного вывоза и переработки руды с месторождения Сеюдлю. Для того, чтобы прекратить грабительскую эксплуатацию ресурсов Азербайджана. И возместить принесенный таким образом Азербайджан ущерб. Мы, конечно, этим делом займемся, пока идут боевые действия и пока будут освеждены Глачинские, Кельбеджерские районы. И мы обязательно этим делом займемся. Как мы в начале этой передачи сказали, российская компания всячески доставляет туда военные грузы добровольцев, наемников. Для того, чтобы именно вот эти месторождения, о которых мы сегодня говорили, не освободились, оставались в руках армянских оккупантов. И чтобы там дальше добывали золотую руду, которая, опять-таки говорю, питает армянский бюджет, армянский государственный бюджет почти наполовину. Мы будем продолжать разоблачать армянских оккупантов, ворующих золотые руда Азербайджанской республики. Но сейчас самые главные новости из фронта, это фронтовые новости, поэтому на эти экономические новости мы тоже будем выделять время, но чуть позже. Продолжайте последить за нашими эфирами, они будут продолжаться. Продолжение следует...